Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь, если вы еще по какой-то причине не подписались. И давайте взглянем на свежий патч Exidverse Civilization 6, который для вас вышел буквально вчера. Отличный патч, очень бы хотелось, чтобы вот такой постоянно выпускали, потому что посвящен целиком и полностью балансу и всяческим удобствам. Ну, во-первых, новые фичи. Выбор городов-государств. Теперь при создании игры вы просто можете галочками отметить те города-государства, которые впоследствии появятся в игре. То, что надо для сетевых игр, да и для игры против компьютера тоже прикольно. Вы просто можете себе сделать полегче, посложнее. Почему нет? Им бы еще добавить возможность такого же бана цивилизаций. То есть, например, если я не хочу, чтобы в игре была Византия или Македония. Но и это уже неплохо. Вторая новая фича — поиск по юнитам. Не то чтобы нужная штука, потому что на самом деле список юнитов и так был в игре, но, видимо, он был не очевиден для игроков. Поэтому сделали вот такое. Дальше все касается баланса, улучшений, изменений и прочего-прочего. То, что я сейчас буду говорить, относится вообще ко всем версиям игры. И начну с верования «Религиозное сообщество». Теперь международные торговые пути дают по два золота за священное место и за каждое здание в нем. То есть, может быть, аж до плюс восьми золота за торговый путь, отправленный из этого города в иностранный. Раньше это верование давало только плюс одно золото за святилище и храм. То есть, никто его не брал. Бонус против антикавалерийских юнитов снижен с десяти до пяти. И также снижена прокачка против антикавалерийских юнитов, которая рукопашным давала тоже плюс десять, а теперь дает плюс пять. Надеюсь, теперь антикавалерийские юниты будут иметь смысл хоть какой-то строить. Ну, как минимум ПТ-команды. А также способность лидера Австралии Джона Кертина теперь длится десять ходов, а не двадцать. Правда, я так понимаю, забагованность все равно этой способности все еще никак не пофиксит. Ну, может кто-то не считает, что это забагованность, но если, например, Австралия объявляет вам войну, а у вас есть союзник, то автоматически считается, что этот союзник объявил войну Австралии. И способность Австралии начинает действовать. А она, напоминаю, в два раза увеличивает производство. Изменения в великих людях. Эйнштейн будет давать бонус исследовательским лабораториям, а не университетам. Потому что для университетов есть Исаак Ньютон. Альфред Нобель теперь дает сто очков великих людей при использовании. А Леонардо да Винчи дает каждой мастерской плюс три к культуре, а не плюс один, как было раньше. Вернули обратно штрафы за негативное счастье. То есть с минус одного до минус двух недовольные, с минус трех до минус четырех несчастные, с минус пяти до минус шести беспорядки и с минус семи революция будет. Но, правда, при этом повысили бонусы за счастье. Теперь счастье дает плюс 10%, а экстаз плюс 20% к выхлопу городов. Но, кстати, уровень счастья обратно не вернули. Потому что раньше, по-моему, он с двух начинался, а теперь после какого-то патча он с трех. Ну, правильно, это все правильно. Несчастье начинает давать больше штрафов, а счастье больше бонус. Дальше все, что касается дополнения Gathering Storm и далее. Поизменяли кучу социальных политик. Не буду все перечислять, потому что там действительно большой список из особенностей. Общественный транспорт теперь будет давать пригородам с привлекательным престижем три еды и одно производство. Потрясающий престиж еще дополнительно одну еду и одно производство. А, в принципе, вообще все пригороды будут получать одно золото. Знаете, что раньше давала эта карточка? 100 монет за каждый уровень престижа, когда ферма заменяется районом пригород. Естественно, никто эту карточку не использовал. Бонус демократии теперь работает в города-государства, чей вы сюзерен. Раньше же эта карточка работала просто к иностранным городам-государствам-союзникам. Тоже очень правильное изменение. Теперь демократия чуть менее интересна. А с другой стороны, влияет на ваш стиль игры. Может, вы как раз с городами-государствами дружите. Те карточки, которые давали дополнительные очки великих людей, такие вот, помните, фиолетовые есть, они теперь будут давать еще больше очков великих людей, если у вас построены какие-то здания. Ну, например, научные фонды, кроме того, что дают два очка великого ученого за каждый университет, будут давать еще четыре очка великих ученых за каждую исследовательскую лабораторию. Ну и так далее. То есть эти карточки, наконец-то, тоже в конце игры захочется поставить. И очень-очень важные изменения в карточках, которые увеличивали выхлоп на 50%. Например, помните, рационализм раньше давал плюс 50%, если у вас район с соседством плюс 3, и еще плюс 50%, если у вас в городе больше 10 жителей. Забываем. Теперь соседства 4 и больше, а жителей 15 и больше. Вот это, кстати, очень важный изменение. И там касается и других карточек. И на культуру такая же была, и на деньги, и, по-моему, на веру. На производство такой карточки, в принципе, не было. Так что теперь, очевидно, науки станет меньше, потому что бонус на плюс 4 все-таки очень сложно получить, если вы не Корея и не Австралия. Ну и, наверное, еще иногда могли Япония с Нидерландами. Но все равно сложно. Ну и, соответственно, вырастить город до 15 вы сможете, но позже. Так что на вот это надо обратить внимание. Это меняет во многом стиль игры. То есть не так важно уже в рационализм будет выйти, просто потому что он не даст вам такого бонуса, как раньше. Ну и поменялись многие ускорения для технологий и цивиков. Не буду на них заострять внимание. Из таких особенных это улучшенный полет теперь требует 2 биплана, а не 3. Электричество 2 капера, а не 3. Индустриализация 2 мастерских, а не 3. Переработка 1 угольную электростанцию, а не 2. Правда, добавились ускорения в нескольких техах, которых там не было. Например, теперь можно ускорить ядерную реакцию, построив ядерную электростанцию, атомную, атомную. А спутники можно ускорить, построив 2 вещательных центра. Продолжают фиксить дополнения с тайными сообществами. Наконец-то не будут за каждое нахождение тайного сообщества давать бесплатного губернатора. Только за первое найденное тайное сообщество дадут губернатора. Кроме того, дипломатический квартал, а точнее здание в нем получат выхлоп плюс 1 от бонуса автократии. Все эти бедные лей-линии улучшает. Ну потому что действительно, я для вас прохождение записывал, они какие-то просто трындец, фиг угадаешь. Так вот, во-первых, они теперь перестанут появляться в снегах, во-вторых, будут давать большой бонус всем районам, а большой бонус на месте плюс 1. Ну и вообще их вроде как организует их появление. Куча изменений в режиме пиратов. Ну, я думаю, тут надо поиграть скорее, чем об этом рассказывать. Не многие из вас играют, поэтому я это пропущу. В Византии и Галах. Как я и говорил, Византии не будут давать бесплатную кавалерию, если она захватывает город, в котором построена арена. А шахты, построенные Галами, теперь будут давать туризм. Несколько изменений в режиме героев и легенд. То есть у каждого героя там определенные изменения, но они не сильно, знаете, такие важные, там скорее это ближе к балансу. Искусственному интеллекту наконец-то понизили его желание выдвигать безосновательные требования. То есть, знаете, когда он там слабее несколько раз по армии, начинается востребовать кучу денег, типа такого. Кроме того, появилась кнопка прекратить спрашивать меня про дружбу и мир, например. Прекратить спрашивать меня про торговлю какими-либо предметами. Это они точно достали. Улучшили логику искусственного интеллекта по поводу уничтожения городов. Имеется в виду, когда искусственный интеллект захватывает города с уникальными районами, которые для этой цивилизации не будут работать. Особенно это касается Майя. Ну, я думаю, это и Кореи касается, и Австралии. То есть, например, когда вы у Кореи захватываете город каким-нибудь одним кампусом, который Кореи дает плюс четыре, а вам он будет давать плюс ноль. Так и смысл его оставлять. И, наконец, повысили искусственному интеллекту приоритет в покупке героев. Вот с этим режимом герои-легенды. То вы помните, опять же, в моем прохождении они первый раз их все купили, и все. И после этого мы героев не видели. Ну и вообще дополнительные улучшения искусственного интеллекта, как всегда. Ну и куча остальных мелких улучшений, исправлений. В общем, баланс действительно подправили. Это интересно попробовать. Я думаю, что я завтра сыграю сетевую партию сразу. Даже не с компьютером хочу, а именно с людьми сыграть. Потом уже с компьютером. Ну компьютер все равно, вы же понимаете, что компьютер. Тут ему поправили, там он все равно не соображает где-нибудь. А вот люди как-то побыстрее все схватывают. Посмотрим. Ну, ваши впечатления в комментариях, как всегда, жду. Если я что-то забыл или что-то важное не отметил, тоже добавляйте. На этом все. Играйте в умные игры. А, и лайк не забудьте поставить, конечно же. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.